Воскресенский Новоирусалимский монастырь Про один монастырь Иосиф Володский уже был рассказ на канале, если вы его еще не смотрели, то посмотрите обязательно. Мы же последовательно расскажем о каждом объекте, посещенном в ходе этой поездки, так как мы посетили не только монастыри, но и другие интересные места. Итак, краткая официальная историческая справка. Воскресенский Новоирусалимский Ставропегинальный мужской монастырь Русской Православной Церкви был основан в 1656 году патриархом Никоном, инициатором реформы церковных обрядов, расколовшей Русскую Православную Церковь. Здесь патриарх прожил более 8 лет после своего удаления из Москвы, и все свои силы употребил на воплощение своего замысла, создать в Подмосковье точное подобие знаменитого Иерусалимского храма Воскресения Господня, чтобы дать возможность русскому народу созерцать места спасительных страстей и воскресения Христова, не подвергаясь дорогостоящему и небезопасному путешествию на Ближний Восток. Окрестности будущей обители подверглись перепланировке. Лес по берегу реки Истры вырублен, а холм, на котором возводился монастырь, досыпан и укреплен. Прежние наименования были изменены на новые, взятые из евангельских текстов. По берегу реки Истры, переименованный в Иордан, был построен скит патриарха, который до середины XIX века назывался Отходной пустынью. В ските были размещены две церкви – Богоявления и апостолов Петра и Павла. Освящены они в 1662 году. Некоторые здания повторяют очертания сооружений Иерусалима, как, например, Воскресенский собор, создан по образу и подобию храма Гроба Господня. При Никоне на территории монастыря был возведен комплекс традиционных для русского зодчества деревянных сооружений. Воскресенский собор был заложен в сентябре 1658 года. В XVII веке в монастыре существовала библиотека, собранная по инициативе Никона. Ее основу составили личные книги патриарха, переданные им в 1661 году монастырю. В 1666-1676 годах в монастыре работала типография, переведенная патриархом Никоном из Иверского монастыря. По завершению строительства Воскресенского собора 18 января 1685 года он был освящен. Церковь Рождества Христова с трапезными палатами была освящена в 1692 году. В 1726 году пожар в соборе уничтожил кровли и деревянные части окон. Ремонтными работами в 1731-1747 годах занимался Иван Мичурин. Свой проект по восстановлению собора в том виде, в каком он был до разрушения, с сохранением старых фундаментов и стен ротонды, архитектор направил в Синод в 1745 году. Однако чертежи утеряны, до наших дней дошла лишь смета. В 1762 и 1792 годах на территории монастыря снова произошли крупные пожары. Средства на восстановление были выделены Екатериной II. В 1869 году архимандритом монастыря был назначен видный ученый, археограф Леонид Кавелин. Годы жизни 1822-1891. В своем труде «Историческое описание Воскресенского, Новый Иерусалим, именуемого монастыря», издание от 1876 года, Леонид впервые опубликовал документы 17 века, позднее утраченные из архивов обители. Фотомастерская в Новый Иерусалимском монастыре была создана иеродиаконом Деодором Диамидом Борисовым в 1870-е годы, когда монастырем руководил иерарх и ученый архимандрит Леонид, вводивший в обители многие прогрессивные новшества, в том числе и фотографическое дело. Это была едва ли не первая монастырская фотомастерская в России. Вскоре или одновременно с ней подобные заведения появились в Соловецком монастыре, на Валааме и в единичных других крупнейших обителях. В период управления монастырем архимандритом Леонидом с 1869 по 1877 года, в монастыре началась также книгоиздательская деятельность. Во второй половине XIX – начале XX века монастырь стал одним из главнейших центров русского паломничества, а с постройкой железнодорожной линии Москва-Виндава число посетителей значительно выросло. В начале XX века ежегодно монастырь посещало до 35 тысяч человек. В 1919 году монастырь был закрыт. С 1921 года на его территории работало два музея – художественно-исторический и родного края, которые в 1922 году объединились в Государственный художественно-исторический музей. В 1941 году во время Великой Отечественной войны мюнеры немецко-фашистской дивизии СС Райх взорвали Воскресенский собор. Многие архитектурные памятники были уничтожены. В 1959 году музей возобновил работу. Сооружения монастыря восстановлены за исключением основной архитектурной доминанты – исполинской ярусной зонницы XVII века. Конец кратко-официальной исторической справки. Друзья, официальной информации по этому монастырю более чем много, поэтому зачитывать все не вижу смысла. Монастырь находится недалеко от Москвы, хорошо изучен и описан всеми, кому не лень. Также имеется очень много фотографий за разные годы. Если будет желание все изучить самостоятельно, то ссылки будут в описании. При чтении официальной информации обращайте внимание на пожары в монастыре, утрату документов и, конечно же, даты событий. А в этом фильме, чтобы не затягивать ваше время, я постараюсь показать лишь те моменты, на которые обычно люди не обращают внимания, или которые не афишируются. И поверьте, таких моментов не так уж и мало. Что касается отснятого материала, то его по этому монастырю имеется более 11 гигабайт в формате HD. Если вам интересно все видео без монтажа и закадрового текста, то дайте мне об этом знать, и я выложу все. В конце фильма я расскажу, как можно проголосовать. В монастыре недавно была реконструкция, или реставрация. Одним словом, сделали все красиво для туристов. Что-то замазали, что-то выставили на показ. Но если обращать внимание на детали и уметь читать между строк, то нам есть на что посмотреть. По существу, все время существования монастыря, по официальной истории, это время реконструкции, восстановления и переделок. Монастырь стоит на холме, что придает ему нотки величественности и тайны. И как мы видим далее, тайн тут немало. Сам по себе монастырь очень напоминает крепость. Кремль. Ну или что-то в этом духе. По крайней мере, стены его очень высокие. Например, сравните с высотой стен Тульского Кремля. Это башня Давидов дом. Огромные ворота, но к ним нет дороги. И судя по старым планам, и никогда не было. К разбору старых планов мы еще вернемся, когда осмотрим всю территорию монастыря. Заходя внутрь, мы обращаем внимание на камень в основании стены. Обилие металла в стенах, который является стяжками. А самое главное, мы видим контрфорсы на внутренних постройках. Это здание называется Церковь Рождества Христова с трапезными палатами. Мы вошли через Елизаветинскую башню и находимся сейчас вот тут. Обращаю ваше внимание. Это здание находится внутри монастыря, за крепостной стеной. А теперь вопрос. Зачем зданию, эксплуатирующемуся в сидящем режиме, от набегов так называемых кочевников, защищенному мощной крепостной стеной, зачем этому зданию дополнительная прочность и устойчивость в виде контрфорсов? Понятное дело, что это так строили. Но мы сейчас обойдем это здание с другой стороны. И вы увидите, что строили не только так. Причем контрфорсов сейчас нет на внешних крепостных стенах. А вот на фотографии Гефсиманской башни за 1975 год мы видим контрфорс выполнен снаружи. Вопрос зачем? Для помощи атакующим? Для усиления башни? Сейчас же башня прекрасно стоит и без него. Это башня Давидов дом. Вид изнутри. Та самая, с воротами, в котором не идет дорог. Какой-то он странноватый, серый. Ну его, наверное, много раз перекрашивали. И вот опять непонятны вот эти выемки. С одной и с другой стороны. Так, вот это окошко. И это окошко. И это окошко? Это аркада вокруг церкви Рождества Христова с трапезными палатами. Очень интересная аркада. Уровень грунта. Там и полный спалил. Уровень грунта. Не, Настя, залезь пока, запрыгни, чтобы видно было. О, уровень грунта. Окошко. И вот здесь мы проходим вот в такую лазейку. И здесь еще одно такое окошко. Причем сверху нормальное. А снизу такое маленькое. И вот он уровень грунта. И дальше мы опять идем. И здесь вот еще одно такое окно. А здесь нормальное. А тут стена такая. И вот интересный смысл вот такой постройки. Здесь раньше музей был. Вход в музей. Много, лет 20-30. Такой творческий. Здесь балкон. А поверху идет, ну, что-то типа балкончика. Балясины там, конечно, уже новые. Новодел. Но вот это, вот, все вот эти вот, арочный вот этот вот проход. Это видно старое. Вот окно напротив арочного проема. Под ним еще одно в земле. Здесь маленькое. Тут еще маленькое. Те окна вообще не совпадают. Колонны аркады стоят прямо перед окнами. Это так строили. Мы просто не понимаем задумки архитектора. И опять множество стяжек. Друзья, хочу заметить, что стяжками усилены все здания монастыря, а не только эта церковь. Петли. Окно. А тут проход. То есть... Вот размер предполагаемый. Как бы могла быть ставня, если это ставня. Как она откроется, если тут вот эта колонна, она не позволит, она не даст. Здесь упирается в колонну. Ну вот. У меня слишком длинный штатив. Ну, я думаю, понятно, да? То есть вот этот размер, он вот сюда никак не передается. Вот эта колонна будет мешать открыться этой ставной. Смысл так строить. Вообще интересно. А еще тут вот эти стяжки. Ну, это стяжка. Причем толщина металла, она, конечно... Петли. И вот как здесь ставня открывалась, если здесь стоит вот эта колонна под корочкой. А, Мария, что такое? Ставни здесь не могли открываться, если это так строили. Вот эту полу нашли. Да, да. Сейчас, сейчас, Настя, сейчас. Вот она стяжка. Насколько она кованая, прочная, толстенная. И вот она идет сюда. Вот она, да. И тут вот эта гаечка. Вот спрашивается, для чего это делать, такую мощную стяжку, если здание работает... А вот это было не стяжкой? Если здание работает в щадящем режиме, зачем такие стяжки здесь использовать? Вот, как вы иди сюда, смотри. Что вообще я к вам заделал? Вот такой ухо у тебя. А тут тоже стяжка, так что... А вот смотри, как тут тоже стяжка в стену идет. Видишь? А тут вообще интересно. И вот тут тоже стяжка. Окно специально для стяжки сделано. Даже с оконными петлями для ставни. То есть время от времени эту стяжку убирают, и окошко это закрывает, наверное, да? А вот просто верная петля, просто в стене. Ну это, конечно же, так строили. Вот это сняло. Вот, петля. Ага. Ну это, конечно же... А вот это перекручено для узора, или это так строили? Вот я не понимаю уже. Действительно так строили, это в результате чего-то ее так перекрутило. Пап, пойду, тебе еще что покажу. Вообще... Даже реставрация не может всего этого всего скрыть. Вот она еще одна идет через окно. Сейчас, сейчас, сейчас. Точно такая же. Пап, смотри, а тут ее немного завазали, чем вот там. Видишь, что тут будет торчить. А там еще эта пластина. А еще один, да? Смотри, какая здоровенная. А вот они еще. Вот они еще. Пап, смотри. Она богкая, как ухерная. Окошки. Это, конечно, так строили. Специально, чтобы в помещении было больше света. Окно сделали прямо перед колонной. Стяжка. Толстая. Толстая. На этой стяжке можно повесить слона. А она даже не прогнется. А теперь попробуйте мысленно представить ставни на этих окнах. Как они будут открываться? Если ставни невозможно открыть, то зачем петли? Ну, думаю, уже все догадались, в чем была задумка архитектора. Это или аркада новодел, или окна были в другом месте. Или тут были вовсе не окна. Мы сейчас находимся вот тут. А те самые контрфорсы, которые я вам показывал вначале, находятся как раз с противоположной стороны здания. С этой стороны, из боков здания, их нет. Мы никогда не поймем задумки архитектора, если будем считать, что это здание изначально строилось как церковь. Помните, в фильме про Иосифа Володский мужской монастырь я спрашивал вас про башню? Так вот, разве не похоже? Это Воскресенский собор. Но если мы подойдем к нему с восточной стороны, то нас ожидает сюрприз. А это просто подземная церковь. Ничего необычного. Официально называется церковь Константина и Елены. Глубина здесь около 8 метров. Окошки смотрят в землю. Не забываем, это так строили, лошади тут ни при чем. Это монастырь все же. Согласно официальным данным, строительство так называемой подземной церкви началось еще при Никоне в 1658 году. В конце 17 века это было простое прямоугольное в плане здание с плоской кровлей, обведенной балясником. Стены церкви возвышались над уровнем земли на полтора метра. Ее венчала одна глава, украшенная изразцами. Кстати, обратите внимание, сейчас глав 5. И на четырех из них, тех что по бокам, находится не крест, а солнце. Хотя еще в 1975 году стояли кресты. Что интересно, присутствует всего единственный след от взрыва. Хотя бои времен Великой Отечественной войны здесь шли нешуточные. И многие крепостные стены монастыря были разрушены почти полностью. Согласно официальной истории, Воскресенский собор был взорван немцами в 1941 году. А тут всего 11 лет отшрапнули. Вам не кажется это странным? Камень, которым облицована так называемая подземная церковь, точно такой же, как тот, по которому ходят туристы. И которым выложен тротуар вокруг этой подземной церкви. И вид у этого камня очень даже новый. Также видно, что подземная церковь оштукатурена. Хотя в некоторых местах оставлены изначальные, в кавычках, изразцы. То есть ее также переделывали и облагораживали. Ее сегодняшний внешний вид гарантированно не является ее внешним видом при постройке. Согласно официальных данных, в середине 18 века, для предохранения от грунтовых вод здание, выстроенного на холме и углубленного в землю на 8 метров, так вот, для этого здания вырыли ров. А в начале только 19 века был устроен тоннель, по которому отводится эта вода. А сам ров облицован белым камнем. На самом деле видно, что набережные и обкладка стены подземной церкви делались одновременно, в одном технологическом процессе. Таким образом, с определенной долей уверенности можно утверждать, что под облицовочным камнем были окна и двери, а в 19 веке здание переделали, как могли облагородили и назвали подземной церковью. Видимо, все откопать сил не хватило. Кстати, про откапывание. Сравните эти две фотографии из скита патриарха Никона. Справа фотография, сделанная в 1972 году, а слева в 1982 году. Спрашивается, куда делось более метра культурного слоя за 10 лет? Откопали, наверное. Куда еще? В нижней части скита имеется арочный проем. На этой фотографии за 1988 год он лучше виден. Что касается так называемой подземной церкви, то если кому интересно, как выглядит подземная церковь изнутри, то в описании под фильмом будет ссылка на другой фильм с канала Истории Пи, где показано внутреннее убранство подземной церкви, а также окна за аркадой, которые мы уже видели, ну и многое-многое другое. Посмотрите обязательно. Возле подземной церкви есть надгробия. Одинаковые гранитные плиты с мальтийским крестом и надписью, что это захоронение 17, 18 или 19 века. Но кто там находится, определить уже невозможно. Захоронение полностью обезличено. А все надгробия снесены в одно место и выставлены, как на выставке, в три ряда. Сейчас мы к ним обязательно пройдем. Что, 19 век? И плиты все стало из-за этого. Это новое. Действительность аркады. Захоронение 19 века. А вот туда, вот, в ходе, мы собрали, вон там лежат. Ага. То есть они их обезличили, чтобы нельзя было скрыть и сделать анализ. Да, да. А вот это железка. Да, железка лежала прямо на земле. Память. Память вечную Николая Михайловича Нащекина. На 1719 года. Мама. Май. Четвертого дня. Через мая четвертого дня, родившегося 1 сентября 1779 года. Что-то я не понял. 1779 года он родил. Нет, 1 родившегося. 1 сентября в Москве скончавшегося. А, это 1719 года родившегося? А 1779 года в Москве скончавшегося мужа добродетелями, больше нежели чинами отечествия своем, прославившегося на 7 месте погребено тело, сия доска покрывает. Очень много железных надгробий. Причем сделаны в большинстве своем на высоком уровне. Видимо, железа было много. Более чем много. Уважаемые диванные металлурги, только не торопитесь меня поправлять тем, что эти надгробия чугунные, а не железные. Железо – это название основного металла, как в чугуне, так и в стали. И чугун от стали отличается количеством углерода и эллигирующих добавок. Естественно, это не химически чистое железо, а сплав. И слово «железо» в данном случае применимо как к стали, так и чугуну, как общее определяющее. Когда мы видим надгробие, то в нашем подсознании четко прорисовывается простая истина. Надгробие делают из материала, который в достатке и под рукой. Как правило, это камень или дерево. А тут – железный. Ну или чугунный, как вам будет удобнее. И не говорите, что это только в Москве так. Вот точно такие же надгробия мы нашли на кладбище в Тульской области. В глуши. Возможно, железные надгробия не ставили всем подряд. Но территориально это дело имело распространение. Но сразу возникает вопрос. Где плавили весь этот металл? Чугунные надгробия есть аж за 18 век. То есть сложности с добычей руды, плавкой, разработкой формы. Проблем с этим не возникало. Заводы были. А где теперь эти заводы? Вес этих железных надгробных плит нешуточный. Они только кажутся легкими. Два здоровых мужика еле-еле приподняли край плиты. Даже не берусь сказать, какой у них вес, но ясно, что даже на одну плиту металла ушло очень много. То есть, продолжая свою мысль о доступном материале для изготовления надгробий, недостатков железе не было. Рассматривание каменной надгробия поражает качество обработки гранита. Правильные линии, ровная глубина букв, качественная проработка деталей, гладкая и геометрически ровная поверхность. Для изготовления с таким качеством использовался сложный, разметочный, режущий, шлифовальный и полировальный инструмент. Самая ранняя дата погребения, которую удалось обнаружить здесь, это 1775 год. Все надгробия разные, даже чугунные. Нет единого стиля. Хотя встречаются похожие элементы или принципы оформления. Например, на некоторых железных надгробиях сверху расположен крест, на других родовые гербы. На некоторых досках вообще глаз в треугольнике. Неужели это тоже родовой герб? Некоторые каменные надгробия откровенная фальшивка, где стиль написания текста как будто процарапанный гвоздем. Его и стилем-то трудно назвать. А фигурная окантовка по краям куда изящнее. На некоторых каменных надгробиях видно более поздние переделки и исправления. Есть надгробия, которые вроде хорошо сделанные, но если всмотреться как следует, то увидим сборную солянку из разных стилей. На каких-то есть крест, но нет черепа с костями. На каких-то, наоборот, есть череп с костями, но нет креста. На каких-то нет ни черепа, ни креста, но есть глаз в треугольнике. И кресты все разные. Мальтийские, лилейные, католические, православные. Вера, что ли, была разная? Или канона не было единого? Есть несколько похожих надгробий, будто сделанных под копирку. Есть надгробия с арабской вязью. Кстати, если кто не знал, то на шапке Мономаха присутствуют слова, написанные арабской вязью. А шапка – это неизменный атрибут, который венчали русских царей на царство. И надпись на шапке гласит «Аллах Велик». Это, конечно же, просто случайное совпадение. Про шапку и ее историю, друзья, почитайте сами. Фильм сейчас не о ней. Ссылка на статью и другие используемые источники будет, как всегда, в описании под фильмом. На YouTube-канале неофициальная история. Друзья, отсняты вам материалы только по надгробиям на 30 минут в формате HD. Если хотите посмотреть их все, то склею все сюжеты по надгробиям в один ролик. Только дайте знать. В конце фильма обязательно расскажу о способе обратной связи. Поверьте, он очень простой. Также в конце фильма, по традиции, будут фотографии с места, в том числе и надгробных плит. Друзья, на фотографиях поставьте на паузу и почитайте надписи сами. Некоторые очень хорошо читаются и находятся фамилии известных личностей, аж нескольких поколений. Возможно, кому-то эта информация будет полезной. Анализ надписей на этих надгробиях привел к очень интересным находкам. И по ним обязательно будет отдельный фильм. Свиду я не стал вставлять этот материал, чтобы не перегружать фильм. Друзья, почитайте надписи сами. Уверен, вы также найдете много интересного. Родившийся в... Родившийся в... Каком? В 755 году? Скончался 1700. Тысячу лет жил. Да, в 1790 году он скончался. Тысячу лет жил. Это могила Дракулы, что ли, я не пойму. Января, второго дня, по полуночи. Жития. Когда его было 35 лет. Как? А, 55-й, наверное. А, 55-й. В 755-м 35 лет. Это лип, мне кажется. Никогда не делали вдавленное. Всегда раньше делали это самое. 35 лет. Подделка 19-го века, скорее всего. Вполне возможно. Теперь давайте осмотрим крепостные башни. Мы их рассмотрим на примере той самой гефсиманской башни, у которой еще в 1975 году были контрфорсы. Они все выстроены по принципу труба в трубе. Кроме надвратных в ходу Иерусалимской и Елизаветинской. В этих двух внутри я не был и про них ничего утверждать не могу. Мне сейчас некоторые возразят, что это просто фортификационное сооружение, что я не вижу очевидного. Ну вот оно, это очевидное, друзья, у вас перед глазами, смотрите сами. Использовать эти башни для обороны очень неудобно. Так как в таком узком проходе могли расположиться всего несколько стрелков, только с легким вооружением. Пушки тут не поставить. А длинное ружье со ствола тут заряжать, конечно, можно, но очень неудобно. Возникает вопрос. Почему, имея такую широкую в сечении башню с такими толстыми стенами, не использовать ее для цели артиллерии? Или у монастыря не было пушек? Были. Вот же они. Или это не пушки? Значит, монахи, уповая на веру, использовали только луки и короткие ружья? Тогда какова цель этой внутренней стены в башне? Или все же это не просто башня, а что-то еще? Например, вот это. И обратите внимание на этот элемент башни. Он присутствует у всех башен монастыря. Опять же, кроме входа Иерусалимской и Елизаветинской. В архивах обнаружен рисунок без подписи, датировки и указаний автора. Официальная история датирует этот рисунок 17 веком. А если точнее, то до 1679 года. Пользуясь случаем, напомню, что современные леты счисления ведется с 1700 года. Если кто не знает, какой год был до 1700-го, посмотрите фильм про Тульский Кремль. Там этот вопрос подробно разбирается. Ссылочка на этот фильм сейчас появится в правом верхнем углу. На сайте, где размещен рисунок, говорится, что этот рисунок неправильный, будто бы в зеркальном отражении. На мой взгляд, отображение на этом рисунке правильное. Особенно, если сравнивать с имеющимися старинными схемами и современными фотографиями. Напротив Елизаветинской башни стоит церковь Рождества Христова с трапезными палатами. По центру недостроенный Воскресенский собор, сразу за ним недостроенная колокольня. Перед собором находятся келейные корпуса и палаты царевны Татьяны Михайловны. Справа скит патриарха Никона. Все как положено. Но мы видим деревянную ограду и башни. По сути, на рисунке весь монастырь деревянный, кроме недостроенного Воскресенского собора и колокольни. Обратите внимание, подземной церкви Константина и Елены на рисунке нет. Есть только что-то похожее на яму или овраг. Получается, ее еще не откопали или еще не закопали? А ведь согласно официальным данным, строительство этой, так называемой подземной церкви, началось еще при Никонии в 1658 году. Кстати, если на рисунке строительство собора, то где строительные леса? Обратите внимание на эту постройку. На рисунке здание явно деревянное. Его сейчас нет. На этом месте сейчас сложны надгробные плиты, которые мы с вами смотрели. Однако на фотографиях раскопок, проводившихся как раз на этом месте, отчетливо видны остатки правильной и ровной кирпичной кладки. Официальные историки утверждают, что это фундамент. Видя разнообразие слоев, которые его окружают, в то, что это фундамент, ну не верится никак. На фотографии 1870 года, где изображен главный вход, и надвратная церковь, слева мы не видим никаких зданий. А на фотографии 1880 года мы уже видим три здания перед главным входом. Друзья, догадайтесь сами, какая из них фотомонтаж, и напишите в комментариях ваши мысли. Как вывод? Ново-Иерусалимский монастырь в своем современном виде представляет собой красивейшее сооружение, памятник зодчества и мастерства строителей и отделочников. Попадая туда, действительно захватывает дух от величия и красоты. Однако, изначально весь комплекс не имел никакого отношения к религии. Он был технического назначения крупным заводом или фабрикой. Монастырем комплекс стал после переделки в 19 веке, когда после пожаров и многочисленных разрушений его стали откапывать, восстанавливать и реконструировать. И абсолютно не случайно утрачены старинные архивы монастыря. По официальной версии существуют лишь некоторые копии. И не случайно так разнятся старинные картины и гравюры. Основная задача официальной истории показать, что это сооружение было монастырем изначально и что стоит оно уже почти 400 лет. Однако, мы видим, что эта версия не более чем завеса, скрывающая постройки более древние и не имеющие отношения к религиозному культу. Кстати, если смотреть карты, то очертания Истры чем-то немного похожи на ров от крепости Звезды. А возле монастыря находится пруд с правильными береговыми линиями. Друзья, а теперь расскажу про обратную связь. Посмотрев фильм, переходите на главную страничку канала «Неофициальная история», нажав на название канала, написанное черным цветом возле значка. Подчеркивай черным, а не синим, это важно. Затем перейдите на страницу сообщества. Когда вы уже будете смотреть этот фильм, там будет находиться голосование на тему более подробных фильмов про Новый Иссалимский монастырь. Друзья, предлагаю вам решить, нужно ли сделать фильм с использованием всего отснятого материала в монастыре. Без монтажа и закадрового текста. Только видео со звуком, записанным на месте. Это более 11 гигабайт видео в формате HD, а общая продолжительность получится более часа. Это первый вариант. Второй вариант, это то же самое, но только не весь монастырь, а лишь надгробие. Общая продолжительность 30 минут в HD формате. Ну, третий вариант, дополнительных фильмов не нужно. Тут хочу пояснить, что по именам на надгробиях и тому, куда привела эта ниточка, будет отдельный фильм, уже в разделе аналитика. Итак, друзья, прошу вас проголосовать, а также оставить свои комментарии под самим фильмом. Нам очень важно знать ваше мнение. На этом я с вами не прощаюсь. Исследования продолжаются. До скорых встреч. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Друзья, предлагаю вам самим с ними ознакомиться. Фильмов там еще пока немного, но по мере продвижения исследований список будет пополняться. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok